всем привет друзья меня зовут аня вы на канале джим и я знаю наверное практически все про мифы о фитнесе сегодня вам поведают 20 самых популярных мифов самых больших заблуждений о фитнесе о тренировках о вашем питании о которых думает наверное каждый человек который становится на путь спорта признаюсь вам в многие мифы я верила сама очень долгое время так что давайте не будем долго тянуть и приступим к опровержению этих самых мифов первые и наверное самый банальный миф это не есть после 6 многие из нас думают что если мы перестанем есть после 5 часов 59 минут этого вечера то мы похудеем на самом деле это не так я бы сказала что это даже вредит вашему похудению потому что у нас образуется очень большой промежуток времени когда мы голодаем и потом вдруг в часов 11 так вечера нас прямиком тянет холодильнику здесь есть небольшая загвоздка вы можете и вам нужно кушать вечером просто это еда большей степени должна быть белковое мясо рыба яйцы яйца к этой еде лучше добавлять различные салаты зелень такой ужин вам будет только в пользу второй миф и большое заблуждение о котором даже я когда-то думала это не запивать еду якобы вода разбавляет каким-то образом ваш желудочный сок что мешает усваиванию вашей пищи конечно же это неправда вы можете смело запивать вашу еду единственное я бы не советовала запивать слишком жирную еду надеюсь вы ее не едите холодными напитками к примеру когда мы идем макдональдс и запиваем все это дело холодной колой таком случае вы можете представить что происходит с этой жирной пищей в вашем желудке в которой вливается еще и холодная вода следующий третий миф это нельзя есть после тренировки многие наверное слышали это от своих тренеров или подружек который занимается в тренажерном зале ведь если ты съешь ты испортишь все свои результаты лучше немножко поголодать и вот тогда точно жиры начнут сжигаться после вашей тренировки у вас обязательно должен быть или прием пищи полноценный или же перекус не есть отдельное видео на канале по моему даже два о питании до и после тренировки обязательно посмотрите я вам все подробно объясняю следующий четвертый миф в который верит наверное каждая начинающая худеющая девушка когда приходит в супермаркет это то что обезжиренные продукты продукты с низким содержанием жира и вообще жиры это плохо это то что вам нужно нет жиров бояться ни в коем случае нельзя при вашем похудении наоборот они очень важны просто важно выбирать полезные правильные жиры лучшие источники полезных жиров можно найти в рыбе в авокадо в оливковом масле в орехах эти продукты обязательно должны быть в вашем рационе особенно что касается женщин потому что жиры все таки это наша красота это наше женское здоровье я думаю вы об этом помните и обязательно не забывайте чтобы достаточное количество жиров было в вашем рационе а следующий мифе я часто слышу от начинающих это то что без спортивного питания вы не добьетесь своих результатов вы не похудеете вы не нарастите мышечную массу и вообще все ваши тренировки пойдут на смарку без протеинчика конечно же это очередной миф ведь спортивное питание это всего лишь добавка спортивная добавка к вашему рациону изначально ваш рацион должен быть продуманным ваше питание должно быть качественным ваши тренировки должны быть регулярными и с постоянной прогрессии это ваша основа основа вашего результата спортивное питание это всего лишь облегчение к вашему рациону ведь не нужно сто пятьсот раз на день готовить куриную грудку вы можете сделать перекус протеиновым коктейлем и получить свою порцию белка к примеру с помощью быца вы добьетесь чтобы ваши мышцы не разрушались после тренировки и вообще на сегодняшний день рынок спортивного питания настолько богаты то вы можете даже найти протеиновые макароны чипсы пиво даже по моему есть в общем спортивное питание это всего лишь облегчение для вас для вашего рациона и конечно же разнообразие вкуса следующий миф который касается также тренировок это то что нельзя пить во время тренировки почему-то в большинстве случаев я этот миф и это заблуждение слышу от трениров от девчонок который пишет не о том что мне так сказал мой тренер знаете что я отвечаю этот вопрос бегите от этого тренера потому что это опасно для вас обязательно необходимо пить во время тренировки это может быть обычная вода или вода разбавленная опять же с бца каждые 10-15 минут или вообще просто по вашему желанию вы обязательно должны пить ведь когда мы с вами тренируемся мы потеем вследствие чего теряем жидкость из нашего организма жидкость который помогает нам переносить все полезные вещества по нашему организму и лучше и я всегда восполнять следующий седьмой миф и в него к сожалению верят очень многие девчонки это то что тренажерный зал гантели штанги не дай бог гири какие-то сделают из вас мужика все эти нагрузки вот этот вес тренажер и они не нужны для женщин это только для мужчин и туда ходят только потные вонючие мужики девушка такое просто противопоказано нам нужно просто махать ножками и вообще мы рождены только для любви вы знаете я наверное уже года четыре или пять регулярно хожу в тренажерный зал я очень тяжело там работают и со штангами и с гирями и совсем-всем-всем подобным но вот знаете я наверно как-то не очень похожа на мужика наверное наоборот я бы сказала что тренируясь тренажерном зале девушка становится только женственнее потому что только работая с дополнительным весом мы можем увеличить наши ягодицы бедра сделать округлий сделать спинку чуть пошире чтобы у нас появились пропорции так что бояться зала точно не нужно следующий миф это то что необходимо ориентироваться на ваш вес эти цифры подлые цифры на весах точно подскажут вам добились вы вашего результата или нет вот скажите мне когда вы ходите по улице или там допустим смотрите фотографии в интернете вы что ли видите у каждой девушки надпись на лбу худая толстая спортивная накачанная нет когда мы смотрим в зеркало на себя только тогда мы видим наш результат цифры на весах могут быть очень обманчивы ведь если выбрать двух девушек с одинаковым весом они могут визуально быть но просто очень разными ведь если девушка занимается спортом у нее гораздо больше может быть мышечной массы а если вы не знали мышцы весят гораздо больше чем жировая ткань и вторая девушка у которой вес тоже но жировой прослойки больше она не занимается спортом это просто могут быть два разных человека поэтому выкиньте свои весы куда подальше и ориентируйтесь на ваше отражение в зеркале и на ваши сантиметры ваши параметры для достижения лучшего и быстрого результата необходимо тренироваться каждый день я такое встречаю сплошь и рядом к сожалению опять же потому что девчонки особенно в преддверии лета к примеру хотят очень быстро похудеть или там чтобы поехать на море быть худенькой и начинают просто себя убивать потихоньку в девчонки себя просто загоняют сочетают тренажерный зал с танцами с аэробикой с бассейном и массажем в один день и в какой-то момент почему-то вдруг все прекращается мы просто уходим в зажор запой я не знаю и на этом все заканчивается все дело в том что наше тело мышцы и наша психика не вечный какой-то момент ваше тело просто сдастся обязательно между вашими тренировками у вас должен быть день-два отдыха это зависит от сложности вашей тренировки типа тренировок но у вас обязательно должен быть отдых для того чтобы ваши мышцы восстановились вы отдохнули морально и затем приступили к новой тренировке если вы давно на моем канале и знаете что все это мифы и для вас это просто как капитан очевидность таня я конечно за вас очень рада но поверьте мне за пять лет я каждый день получаю вопросы подобного типа как сжечь жир нижнем животике под мышкой и под коленкой где угодно постоянно уже давным-давно доказано что локальное жиросжигание невозможно мой вам совет это просто не заморачиваться на какой-то вашей определенной проблемной зоне а работать комплексно лучший вариант для вас это силовые тренировки тренировки собственным весом или с дополнительным весом домашних условиях тренажерном зале неважно добавление кардионагрузки ну и конечно же ваше правильное питание чем дольше ваша тренировка чем больше в ней упражнений повторов и подходов тем она эффективней нет нет еще раз нет ваша тренировка должна быть грамотно распланирована лучший тип тренировок для девушек это круговые тренировки когда за одно занятие мы тренируем все мышцы вашего тела я сама когда-то убивалась при нажимном зале по полтора-два часа и чтобы у меня были какие-то суперрезультаты я не заметила а заметила я свои результаты когда сократила время тренировки до 40 минут часа зависимости от сложности тренировки и оставила в ней может быть 45 упражнений в основном конечно же базовых так что перестаньте мучить себя и в организме длительными тренировками и еще раз конечно не забывайте о вашем отдыхе следующими будет от эмочки это то что чем больше мы будем качать с вами пресс тем быстрее мы получим кубики я думаю многие слышали такое выражение как пресс делается на кухне имеется ввиду что как бы мы с вами не качали пресс какие бы цирковые упражнения не придумывали мы увидим ваши кубики только тогда когда уменьшится жировая прослойка во всем вашем теле и это как раз делается с помощью вашего питания дефицита калорий конечно же стоит качать мышцы пресса ведь они у вас должны быть но увидеть вы их сможете только когда уменьшится ваша жировая прослойка а вот теперь очень такой спорный миф и мне будет интересно ваше мнение на этот счет это то что длительное кардио поможет похудеть вроде бы все логично и когда кто-либо задумывается о похудении то обычно мы приходим к бегу на беговой дорожке или просто вокруг вашего района я давно наблюдая за исследованиями специалистов в этой области многие из них утверждают то что длительная кардионагрузка для организма человека больше несет вред для нас а в плане похудения вообще просто для нашего тела для наших суставов чем пользу да это не очень хорошо для ваших суставов в первую очередь особенно если у вас есть проблемы в этом плане но и если кто-то из вас заметил после длительного карди у нас просыпается маленький жор не поймите неправильно кардио тренировка полезно и она необходима для ваших тренировок но она должна быть в умеренных количествах если это тренажеры то ну не более 15 20 минут ну а лично я за функциональный тренинг по типу табата тренировок очень интересно ваше мнение на этот счет так что жду ваши комментарии многие наверное из вас слышали этот миф и я надеюсь что многие знают что это миф это то что когда мы потеем вместе с потом мы теряем жир конечно же это неправда когда мы потеем мы теряем всего лишь жидкость об этом я уже говорила и и и естественно нужно восполнять водичкой ну и то что после тренировки вы видите на весах минус 300 грамм это конечно же не ваши жировые отложения а всего лишь вода кстати этим способом часто пользуются тренера и из-за этого они как раз и запрещают пить вам воду так что знаете правду следующий миф за этим будет также касаться вашего потеяния на тренировке это то что если вы не потеете значит у вас нет результата если кто занимался по моему комплекса успеть похудеть вы помните какая там красная была как помидор как я потела так вот многие в комментариях писали то что я не потею почему значит у меня ничего не получается я не худею что ли конечно же нет этот процесс потоотделения у каждого человека индивидуален кто-то может вообще так потечь за ним тренажерном зале нужно протирать вместе со шваброй а у кого-то даже маленькой капельки не выступит так что этот процесс абсолютно и строго индивидуален к сожалению моему раньше я думала что этот миф правда и по вечерам качала косые мышцы с гантелями делала наклоны с желанием заполучить талию для девушек да и для мужчин нет никакого смысла задействовать косые мышцы вашего пресса они никак не будут сужаться вашими упражнениями а наоборот будут утолщаться особенно если вы используете какой-либо дополнительный вес так что это упражнение просто номер один в вашем списке нет следующими будет также касаться тренировок это то что тренировки в тренажерном зале эффективнее домашних тренировок знаете за пять лет ведения канала я большей части снимаю именно домашней тренировки я убедилась что тренируясь домашних условиях можно добиться просто потрясающих результатов можно похудеть можно подтянуть ваши мышцы сделать их более упругими конечно же если идет речь о наращивании мышечной массы то если у вас не стоит какой-то силовой рамы с гантелями гирями и блинами то естественно домашних условиях у вас не получится этого сделать но привести себя форму хорошенько вспотеть вымотать себя как может быть никогда в тренажерном зале это вполне реально я думаю многие со мной согласятся после моих комплексов так что не думайте что тренировки домашних условиях совершенно неэффективны следующее заблуждение это то что если у вас нет боли в мышцах у вас нет крепатуры это значит что вы не получили свой результат и тренировка была напрасной сами подумайте если мы с вами приседали делали выпады подтягивались отжимали сделали скручивание на пресс то и сделали упражнения и тратили калории то естественно это даст твой результат все дело в том что ваш организм и ваши мышцы привыкли к определенной нагрузке определенному типу упражнений или весу который вы используете в нем это неплохо продолжайте свои тренировки но знайте что ваша программа тренировок должна каким-то образом меняться раз в два в полтора месяца это могут быть разные новые упражнения или чуть больше дополнительный вес и и последний миф на сегодня это то что определенный тип питания или программа тренировок подойдет абсолютно для всех прелесть каждого человека в том что мы с вами разные и индивидуальные девушки парни у кого-то может быть травма и вам нужны какие-то определенные упражнения какие-то вам нельзя выполнять у кого-то может быть непереносимость какого-либо продукта или просто вкусовые предпочтения так что все эти таблички в интернете программы тренировок или там диеты аллы пугачёва или кто сейчас там популярен это просто шаблоны свою программу тренировок следует продумывать в зависимости от вашей цели от ваших проблемных зон от вашего телосложения в конце концов то же самое с питанием возможно у вас просто не получается физически кушать 5-6 раз в день или допустим вы работаете вообще вечернюю смену все это индивидуально и не ищите простых способов в интернете которые нам любят навязывать ну что ребята мне на сегодня все надеюсь вам было интересно и что самое главное полезно если это так обязательно ставьте пальчик вверх и пишите в комментариях какой миф для вас оказался открытием о чем вы раньше не знали и думали что это правда ну а если какой-то миф забыла то также пишите его в комментариях я думаю многим будет полезно почитать сегодняшний день в интернете существует очень много мифов разных заблуждений по поводу фитнеса и питания так что мне важно чтобы вы реально знали что происходит с вашим организмом на тренировке и во время питания как действительно привести себя к результату без вреда для вашего здоровья я вас жду на следующем видео на моем канале не забывайте подписываться и всем удачи пока 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 пока